Почему Киев не встает на протесты Саакашвили? Вот я продолжаю этот диалог, потому что у меня сегодня на фейсбуке была такая перепалка, которая меня заставила так немножко подумать и включиться более активно в эти дебаты. Почему мы не встаем? Почему, допустим, я не иду на Майдан? Почему я не поддерживаю Саакашвили? Хотя, в принципе, по всем признакам мог бы это делать, потому что меня тоже утомили маневры этой власти, и эта беззубая политика, и коррупция, и прочие проблемы, о которых говорят украинцы, и которые вывели на Майдан, в том числе массу моих знакомых и даже друзей, которые действительно искренне поддерживают Саакашвили. И есть такие, я с этими друзьями на фейсбуке общаюсь там в том числе, и не разрывал отношения, в общем-то, никаких проблем не вижу. Почему мы не поддерживаем Саакашвили? Объясняю. Мы не поддерживаем Саакашвили по одной простой причине, потому что, ну, неубедительно он выглядит. Он выглядит как флюгер, который мечется туда-сюда. Лично я не могу понять, как человек, который пришел, как торпеда со стороны Порошенко, потому что он его использовал как торпеду изначально, и никакой другой функции он в нем не видел. Торпеда, которая была нацелена против Коломойского, которая была нацелена против Яценюка, партнера по коалиции, была нацелена против Юлии Владимировны по электоральному пулю, который бил Саакашвили. Так вот, ну, крайне неубедительно выглядит позиция, когда вот эта торпеда, которая два года назад по полной программе мочила Коломойского, Тимошенко и Яценюка, спустя два года точно так же истово начинает мочить Порошенко и же с ним, Авакова и прочих товарищей из правящей коалиции. И, а при этом Коломойский и Тимошенко, кто там еще, остаются за пределами этой критики. Ну, трудно поверить, знаете, что когда Саакашвили призывает на борьбу против олигархов и говорит, что мы эту олигархическую будку закроем, и назвал там сегодня Ахметова в качестве цели, как бы, да, и последовательно его мочат на протяжении последних месяцев. Трудно понять, почему он то же самое не делает относительно Коломойского, которого он точно так же два года назад покрывал. Но нужно быть последовательным. Нужно быть последовательным, когда, значит, Саакашвили, выступая против Ахметова, и вспоминает этот бурштинскую тез, которую призывают Семенченко и Соболев национализировать у Ахметова, и, по всей видимости, на которую целится давний оппонент Ахметова Коломойский. Так вот, я лично никогда не пойду за Саакашвили, пока он, допустим, не начнет блокаду того же Кременчуцкого НПЗ. Хотя я ничего против Коломойского не имею. Я просто за последовательность, ради бога. Игорь Валерьевич в этом плане ничем не отличается ни от Ахметова, ни от Фиртыша, ни от Левочкина, ни от Порошенко, ни от других олигархов. Они всю свою власть построили, все свое влияние построили на монополизации. И монополия Коломойского ничуть не лучше монополии Ахметова в моих глазах. Либо монополии Фиртыша газовой, либо монополии Порошенко кондитерской, или Богдановской, или какой-то еще. Ничуть. Это все одинаковые формы монополии, которые загнали страну в ту задницу, в которой мы сегодня оказались. И вот когда мне пытаются сказать, что ребята, давайте дружно сейчас все побежали, потому что Ахметов плохой, Порошенко плохой и кто-то там еще плохие, но при этом Юлию Владимировну не называют своим именем, Коломойского не называют своим именем, Левочкина Фиртыша почему-то тоже не называют своим именем. И Медведчука как-то называют скользь, потому что появляется она на Ньюс Ване, который завязан на Медведчука в том числе. Так вот, ну я говорю откровенно, меня это вообще не воодушевляет. Бежать за очередным флюгером и по ходу думать, не повернется ли он на следующей итерации, вновь, как это сделал в свое время Ляшко, который повернулся от Левочкина к Порошенко и от Медову. Вот и все. Поэтому, если вы, ребята, сторонники Саакашвили, не задаетесь этими вопросами и не понимаете, почему Киев не встает? Ну так, мы же не дураки, мы именно поэтому не встаем, что нас не убеждают эти как бы вопли по поводу импичмента и прочих вещей. Я задавал ребятам Владиславу Ленченко на Фейсбуке, я писал, задавал вопрос, ну хорошо, давайте представим, что мы убрали Порошенко. Окей, мы отыграли эту ситуацию с импичментом. Парламент каким-то чудом, мы понимаем, что никто не будет принимать при таком парламентском большинстве импичмент, но парламент каким-то чудом примет этот закон об импичменте, и вдруг это большинство, которое вокруг Порошенко как бы сконцентрировано, оно что, начнет движение за импичмент, оно начнет процедуру импичмента, когда до перевыборов осталось полтора года? А какая логика в этом? Я сам за то, чтобы принять закон об импичменте, за то, чтобы уравновесить все формы, все институты как бы центральной власти, но как это можно сделать сейчас в этих условиях? Да никак. Речь идет о досрочных перевыборах, просто они ведут игру на досрочные перевыборы. Ну хорошо, досрочные перевыборы, давайте сделаем импичмент, давайте сделаем досрочные перевыборы. И вот следующий вопрос, который я задавал ребятам, которые играют в Саакашвиле, тому же Владику. А какая ваша команда? Назовите ваш кабмин, назовите руководителей комитетов, назовите руководителей комитета Верховной Рады, спикера. Вам нужно минимум 100 человек, которые необходимо поставить на топовые позиции, потому что в противном случае вы столкнетесь ровно с той ситуацией, с которой столкнулся Порошенко. А Порошенко пришел без команды, ну в общем-то достаточно было удивительно для многих, что он выиграл там и так быстро взлетел. Я думаю, что и для самого Порошенко, потому что иначе он бы лучше подготовился. Ну вот Порошенко пришел в 2014 году к власти и в результате кого он начал расставлять на места? Да он начал расставлять на места своих каких-то близких людей, которые были завязаны на него там по Богдану, там по Пятому каналу. Короче говоря, те, с которыми он прошел бизнес, прошел какую-то общую деятельность, имел какие-то общие практики. И в результате, что мы получили? Мы получили бизнес-модель масштабе страны, характерную для бизнеса Порошенко. К чему-то хорошему это привело? Да нет, ничему хорошему это не привело. А почему это должно привести к каким-то другим прорывным результатам, если мы ровно таким же способом, не подготовившись, не имея ответа на вопросы, кто занимает тот или иной министерский пост, кто занимает пост СБУ, главы СБУ, какие у него заместители, кто возглавляет Тарренбог, кто является министром экономики. Кто закроет посольства, несколько десятков посольств, которые у нас на сегодняшний момент не функционируют как нужно. И масса-масса-масса-масса-масса вопросов. А мне говорят, эти странные списки есть, тайные, точнее говоря, эти тайные списки есть, они там ждут где-то себя, значит, в каких-то темных папочках, в сейфах. И в нужный момент мы вам покажем это все. Вы только поверьте нам сегодня, а завтра все будет хорошо, потому что это такой прорывной лидер. Это бляха-муха. Я хотел сказать покрепче, но воздержусь. Бляха-муха. Мы эти песни все слышали, мы уже вот так вот сыты по горло всем этим дерьмом, которым нам почивают, о бананах, которые мы там будем снимать с деревьев, и кисельные реки будут литься, и у всех все будет хорошо. Ребята, это полный булшит. Если вы системно не подготовились, если у вас нет команды, если у вас нет повестки, а какая у вас повестка, Йохан и Бабай? Вы можете нам рассказать первые шаги, вы можете убедить нас, интеллектуальную, экономическую элиту, потому что я к такой отношусь. Чтобы мы вас поддержали, чтобы мы поддержали теми ресурсами, которые у нас есть, которыми мы прорабатываем в том числе. Может быть вы с нами говорили, может быть вы нас пытались убедить. Да ни хера подобного. Ни хера подобного не происходит. И поэтому Киев не встает, и поэтому мы вас мочим, и поэтому мы вас будем мочить дальше. Поскольку чудес не бывает. Мы по крайней мере для самих себя должны это принять. Я имею ввиду для тех людей, которые мыслят, которые способны мыслить, и которые понимают, в каком реальном дерьме находится страна, и на грани какой пропасти она балансирует все эти годы. Так вот люди, которые на этот счет задумываются, которые сознают вообще, что реально происходит, и этот булшит, в котором мы находимся, они не разбрасываются просто такими словами, обещаниями, и они понимают, что переиграть эту дебильную систему можно только организованно. И можно только организованными колоннами, с четким планом, с четким пониманием, кто тебе союзник, кто враг, кто временный союзник, кто ситуативный союзник. Да, потому что с олигархами тоже придется играть, они могут быть ситуативными союзниками, как это сейчас делается Акашвили, и как это все делают. Но если из-за этим не стоит организация, если из-за этим не стоит командное плечо, если из-за этим не стоит разум, который нам всем дам, если из-за этим не стоит просчет ситуации, то получается оживленный палац, получается просто идиотизм, который возникает на пустом месте. Вот об этом я хотел вам сказать. Дорогие мои коллеги, антагонисты, оппоненты и т.д. и т.п. Надо как-то, я не знаю, осмыслить то, что с нами произошло, и осмыслив, сделав шаг назад, выдохнуть, и начать делать то, что подсказывает разум, а не эмоции. По крайней мере, опять-таки, это касается мыслящих людей, потому что большинство, оно не находится в мыслящей повистке, оно просто выживает, оно хочет есть. А когда человек хочет есть, он готов цепляться за все. А когда ты ему вешаешь лапшу, и поэтому ты ему вешаешь лапшу на уши, но когда ты ему вешаешь лапшу на уши, ты ровно повторяешь все то дерьмо, которое делали до тебя. Юлия Владимировна, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, все эти наши президенты, так похожи один на одного, и которые заканчивались одним и тем же результатом. И если ты подгребаешь под себя вот этот весь непотреб, который нас затянул в эту задницу, то почему ты при этом можешь надеяться на какой-то другой результат? Почему, когда я вижу на заднем плане за Саакашвили Кучеренко, который был министром ЖКХ у Юлии Владимировны, я должен проникнуться, сука, какой-то какой-то просто гениальностью плана задуманного. Да это верный знак, что будет полностью такой же булшит, о котором я говорил раньше. Что будет повторение всех тех же ошибок. И что, если представим ситуацию, что победила Юлия Владимировна, стала президентом, этот Саакашвили стал премьером министром, что будет в этой ситуации? Да не перегрызутся очень быстро друг с другом, потому что два харизмата явно не удержатся. Будет скандал, будет грязня, так как между Ющенко и Тимошенко в 2005 году. И будет те же самые олигархат, и будут те же самые люди вокруг, будут те же самые схемы, будет, может быть, больше пафоса, больше каких-то там мелких каких-то успехов, но система будет такой же. Поэтому мы не встаем и не хотим бежать за вами. Поэтому мы должны идти другим путем, которому нас подводит разум, который нам дан свыше какими-то силами там, и который в конце концов мы должны включить для того, чтобы вытащить эту страну из популистического болота, в котором она просто тонет и задыхается под вопли о кисельных берегах. Вот так вот у меня все. болота, болота, болота.